В моём инвентаре лежало 2 стака древних осколков. На сервере Holy World это приваты 45 на 45 блоков. И тут мне в голову пришла идея захватить целую анархию приватами. С вами Миша Багер и сегодня я приватизирую себе сервер. Перед началом ролика я попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра. Не успел я начать записывать видео, как мне тут же начали скидывать много подгонов. Но из-за того, что это нечестно, я не стал пользоваться ими. Так как у меня было 2 стака обломков, то я решил отдать все свои деньги начинающим игрокам. Так будет справедливо и по факту я потрачу больше, чем если бы купил эти обломки. На фарме в 10 стаков пороха на своей фармилке из прошлого видео, я скрафтил динамит и выставил его на продажу, чтобы заработать денег. Потом я зашёл на другую анархию, встретил под спавном обычного игрока без привилегии и скинул ему 100 тысяч монет. А оставшиеся деньги я на рандом табнул из чата игрока Лейзи и скинул ему оставшиеся 88 тысяч монет. Сказать насколько он был шокирован, ничего не сказать. Позже он написал мне в ВК и поблагодарил меня ещё раз. Теперь на балансе 0 и мне нужно было хотя бы 20 тысяч монет для закупки вещей для этого видео. Я поставил на аукцион динамит по цене ниже рыночной и телепортировавшись домой я видел ещё целый сундук непроданных ресурсов. Спустя пару минут у меня моментально всё скупили и на балансе было достаточно денег для закупа. Я телепортировался в ад и пополно закупился деревом и нитями, которые я потом переделал в шерсти для кроватей. Напомню, что мне необходимо добыть ещё 50 древних обломков и я отправился в увлекательное путешествие из плавания в лаве и взрывов кроватей. Спустя 2 часа такого геймплея я наконец-таки добыл последние обломки и совместил их в эндер чести. Их получилось даже больше чем я планировал. Лишние 7 осколков я продал на аукционе. Но перед началом нужно посмотреть какую теоретически я захочу территорию в одиночном мире. И это всего лишь стак. Но я же не так просто, типа стак зачем стак. Я решил сделать сразу 3 стака. И получается я просто делаю и под землёй точно такую же территорию запревачу, и сверху точно такую же территорию запревачу. Теперь я подготовлен на максимум, но появилась проблема. А именно ограничение 8 блоков привата у меня, у ютубера. И всего лишь 3 блока привата у обычного игрока. К вашему вниманию, у меня 3 стака приватов. Значит мне необходимо зарегистрировать 64 аккаунта. Это просто жесть. Так как в аду я был на далёких координатах, и там легче дойти до края верхнего мира, я поставил портал и телепортировался на зарейженную базу донатеров. Кстати, Dragon57 зарейдил мою небесную базу. Как иронично, что его базы тоже нету. Выплыв на поверхность, я увидел большой фонтан с неба и решил проверить, что же там наверху. Это оказалось чья-то база, залитая водой. Ничего интересного для меня. Я скрафтил лодку и поплыл до ближайшей суши. По пути смотря на подводные храмы и чью-то огромную ферму золота, которую пытались зарейдить визером. Мне очень повезло, я доплыл до пустыни. Она вполне большая, и заприватить её легче, чем лес, потому что здесь нету деревьев. Я поставил свой последний приват с ютуберки и положил ресурсы в сундук. И принялся регистрировать свой первый твинг. И из-за большого онлайна я зашёл только с раза 15-го на анархию. Добавил твинка в приват и начал строить первую линию из приватов с ювелирной точностью. Когда я достиг лимита, зарегал второго твинка. И так 64 раза. Это будет очень, очень долго. Спустя час застройки приватами я увидел свою первую ошибку. Блок привата стоял не на 72 высоте, а на 71. И потому приваты сместятся на один блок вниз и на один вверх. Это очень плохо, ведь остальные приваты на одном уровне. Но я ничего не мог поделать с этим, и тратить время попусту не было смысла, ведь я и так заходил едва на сервер из-за фулового онлайна. На 21 аккаунт по счёту, а это уже первый стак приватов подошёл к концу, я поставил последний обломок. Теперь границы моего региона нужно увеличить снизу и сверху. И самая большая моя ошибка была идти вниз и приватить там, потому что на поверхности это заняло у меня 2 часа, а в шахте 4 мать его часа. Но я понял это стоя сверху, когда уже снизу всё было построено, и изменять уже не было смысла. И вот я уже достраивал последнюю линию приватов, и к концу предлагаю вам послушать меня, который потратил на сие изобретение 9 часов жизни. Итак, в общем-то, всё. Наконец-таки я достроил эту мою систему до конца. Я уже максимально устал, потому что я, в общем-то, я занимаюсь вот этой вот расстройкой всей подземной и надземной, короче, в небесной, так сказать, с, получается, с часу где-то полвторого, и сейчас время уже 21.53 по московскому. И что я могу сказать, это полный пиздец. Реально, вот я, у меня уже настолько всё уже заколебало, так сказать, я уже всё, я не могу, реально, мне настолько надоело вот это делать всё. И типа вот эти все приваты, просто посмотрите на ник мой, Миша Буга 62. И я сейчас не вру, я реально создал 62 аккаунта, как вы видите. Вот здесь вот 56-й аккаунт. Там вот внизу 20-й аккаунт. И то есть каждый аккаунт я по 3 привата ставил. И я не знаю, как сказать, но это просто жесть, потому что я не думал, что настолько много времени займёт. Я думал, что я просто зайду с твинка, поставлю блок, и всё нормально будет. Но и тут-то было, типа, и приваты, все нужно ставить, типа, вот. Ночью я исправил все свои ошибки, и ко мне, конечно же, прилетел алмазник, и, конечно же, убил меня, забрав последние осколки. Но мне они уже были не нужны. Я захватил не весь сервер, конечно, но крупный кусок от него, пустыню. Зашёл я уже на следующий день, и первое, что увидел, это кто-то построился ко мне рядом, и зачем-то надо мной построил пути. Но моя цель была снести все свои пути киркой на эффективность 10, чтобы это выглядело красиво. И когда я начал ломать блоки, то понял, что со всех 64 аккаунтов я не добавил себя в РГ, и я тупо забил на это. Да блять нахуй! И, наконец, я покажу вам, какую же территорию по итогу я занял. Я позвал с собой стажёра, и мы вместе начали идти. Я сказал ему, что тут везде мои регионы, и он был просто в шоке. За время создания этого большого региона я потратил колоссальное количество нервов и времени. И вы, мои зрители, единственный стимул снимать дальше видео. Поэтому проставьте свой жирный лайк и подпишитесь на канал. Спасибо. Просто посмотрите, какое количество аккаунтов мне пришлось создать. И по итогу, со всех этих аккаунтов я нафармил много еды. Почти 7 стаков жареной свинины. Вот такое получилось видео. Надеюсь, вы поставили свой лайк, потому что я так запарился над ним. И если это видео не наберёт хотя бы 10 тысяч просмотров, то я ебал. Кстати, напишите предложение, что можно сделать с таким количеством приватов. Интересно будет почитать. С вами был Миша Багер. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok